Спасибо большое, Игорь Владимирович. Еще раз уже в конце хочу подчеркнуть, что плоскодетекторная компьютерная томография это принципиально новая технология рентгеновской компьютерной томографии, интегрированная во все современные географические комплексы, позволяющие выполнять черезкожные внутрисудистые стереотоктические вмешательства в режиме реального времени. Уже несколько раз мы показывали этого пациента, которого мы лечили в прошлом году, пациент с гепцулярным раком, которому мы выполняли трехэтапную суперселективную химилизацию гепцулярного рака стадии BCLC-B2, у него три узла. И мы решили немножко поменять формат презентации и показать, но не слайдами, а виде видеоролика, как мы это делали у этого пациента. Стратегия была выбрана какая? То есть мы уже, Игорь Владимирович, помните, говорил, что мы выбираем сразу делать диагностику, исключая мелкие метастазы и определяем этапность символизации этих узлов, трехэтапную. Здесь, в частности, были номерами обозначены этапы химимболизации. И вот это общий итог. Через 7 месяцев после лечения BCLC-B2 сохраняется полный ответ на лечение. В течение 7 месяцев мы решили показать, как мы это делаем. Как мы это делаем? Так, вот сейчас будет видео. Самое главное, ничего не нажать в следующий раз. Видеоролик я буду комментировать по ходу. Ну, вот с этими вводными данными пациент пришел к нам. Он активный человек, занимается спортом, возглавляет команду большую детско-юношескую в силовых видах спорта. Ну, вот обратился с таким вот заболеванием. У него выявлено было по данным КТ три узла гипоциллярного рака, три узла достаточно больших размеров. Ну, здесь классическая стадия BCLC-B на фоне выраженного цирроза. Стандартная, к сожалению, картина, когда люди достаточно активные, и они не знают о своем вирусном гепатите. И приходят уже, когда проявляется какая-то клиника, гепатит С, естественно, которым заражают, вот особенно поколение боби-бумеров, очень много зараженных со скрытой инфекцией, которых вот заболевание нередко манифестирует таким образом. Как мы делаем процедуру? То есть первым этапом выполняется классическая ангиография, субтракционная, ну, верхней брюшечной артерии, чревного ствола. Для того, чтобы определить артериальную анатомию и в дальнейшем выполнить первым этапом плоскодетекторную компьютерную томографию. Сегодня видели, вот так это происходит. То есть мы всегда при гепатитулярном раке выполняем сканирование в две фазы. Первая – это капиллярная фаза, и вторая – это артериальная фаза. Ну, вот капиллярная была, артериальная сейчас видно, то есть здесь даже в этом режиме. И вот это третье исследование, как раз PBV. Игорь Владимирович, вот так оно выглядит двухфазное, но я про него, к сожалению, не успею рассказать. Сейчас ограничимся вот первыми двумя фазами. Здесь вот анализ непосредственно в операционной происходит по капиллярной фазе. Что мы делаем? Мы, в первую очередь, когда пациент первичный, смотрим распространенность опухолевого процесса. И бывает достаточно часто, что увидим множественные метастазы. В данном случае мы от лечения регионального отказываемся, передаем пациенту нашим коллегам лекарственной терапии, и он дальше переходит уже в другую категорию – BCL-CB3. Здесь, к счастью, пациенту повезло, у него три достаточно таких, видимо, индолентно текущих образования, все в капсулах. Единственное, что одно прилежит к другому. Вот здесь вот видно хорошо, одно образование прилежит к другому, но, тем не менее, их все-таки, понятно, что их три опухолевых узла. И, соответственно, согласно всем стандартам, ему нужно проводить химиоболизацию. Но очень важно, как проводить химиоболизацию, в какой последовательности. От этого напрямую зависит последующая эффективность лечения. Вот следующая фаза, которую мы анализируем, это уже, так сказать, для работы она воспользуется. Это артериальная фаза. Здесь мы уже видим не только опухолевые узлы первичные, но и все метастатические узлы должны видеть. И особенно, ну, и в данном контексте важно это определение питающих сосудов. Наличие питающих сосудов – это само по себе прогностический благоприятный фактор ответа на лечение, но расслабляться не стоит. То есть, если мы введем лекарственные препараты, те или иные, в печеночную артерию правую, левую, достигнут опухоли далеко не все. Агенты, большая часть их попадет в печень. Поэтому мы используем вот концепцию суперселективной химиомболизации лекарств с насыщаемыми микросферами. Для этого вот что происходит. Первым этапом выполняется непосредственно в рентгеноперационный. Это либо делается в пультовой, либо в самой операционной. Так называемая, выполняется сегментация опухолевого узла. То есть, что это очерчивается, оконтуривается целевой опухолевый узел, для того, чтобы в автоматическом режиме посчитать объем опухоли. И, собственно, в автоматическом режиме, ну, видеть его на экране в дальнейшем. Современные технологии, которые вот последуют, у нас, к сожалению, вот этого последнего пакета нет. Но вот эта сегментация, она уже сама по себе является целенаведением. То есть, она уже сама по себе автоматически будет включать опцию за замыкание на себе всех питающих сосудов. У нас немножко по-другому происходит. Первым этапом все-таки необходимо вручную выделить вот таким образом, цветом в трех проекциях, опухолевую ткань и отграничить эту опухолевую ткань также уже, ну, с помощью человеческого ресурса, вот таким образом очерчить от здоровой паранхемы печени, для того, чтобы машинный интеллект мог это просчитать, вычленить из общего массива данных эту опухоль, чтобы уже непосредственно работать только с ней. На самом деле, при определенной подготовке занимает немного времени, и в дальнейшем зато колоссальное количество времени экономится. Ну вот, это происходит, все, сегментация произошла на 3D-мониторе, эта опухоль выглядит теперь вот таким вот образом. И следующий этап, самый главный, это поиск питающих сосудов. То есть, нам нужно определить питающие сосуды, и важно определить не питающие сосуды, а все питающие сосуды, потому что если мы оставляем один маленький, то химиоболизация не будет полного ответа никогда. Это невозможно, потому что останется остаточный кровоток, и вот эта ткань, она будет кровоснабжаться. Поэтому очень важно на современном уровне суперселективной химизации найти либо все питающие сосуды, либо тот уровень, от которого имеется один питающий сосуд, чтобы на него, собственно, замкнуть нашу цель, точку, в которой будет установлен микрокатетер для введения химиоболизационного материала. Ну вот здесь это просто показано, как это происходит. То есть, то же самое, либо врач рентгеноперационный, либо подготовленный специально обученный рентгенлаборант, ну, прошедшая небольшую подготовку, состояние это сделать в течение короткого периода времени, а в дальнейшем это, в общем-то, экономит не только минуты, но иногда и часы катетеризации. А что самое главное, в общем-то, здесь это не столько важно, самое главное, что оно дает нам возможность выполнить тотальную эмболизацию целевого узла, что дает возможность, в свою очередь, получить полный ответ на лечение. Ну, условно полный, потому что химиоболизация, так или иначе, хотя рентгенологически неизбежно будет полный ответ, но какие-то клетки могут сохраниться по периферии в зоне капсулы, и поэтому мы сейчас проповедуем такую технологию, что когда полный ответ наступает по критериям ИЗЛ практически через сутки, через неделю максимум по рентгенологическим признакам, но ответ по рецисту будет намного позже, через 2-3 месяца, когда опухоль уменьшится в размерах, ее необходимо выполнить энергетическую абляцию, чтобы убрать все скрытые клетки. Ну вот, таким образом произошла сегментация, все, ну, сколько заняло, 2-3 минуты в итоге. Ну и очень важно то, что мы пользуемся для облегчения катетеризации, чтобы микрокатетер и микропроводник не попадал в нецелевые артерии, в боковые какие-то, расставить до тераперной точки, в точках бифуркации нецелевых артерий, для того, чтобы проще было их обходить. На, уже когда врач будет, так сказать, пробираться через эти дебри. Вот тоже, ну, несложная процедура, элементарная совершенно. Вот, вот видите, что здесь я не обратил внимания, что мы один сосуд сначала пропустили, а потом нашелся он, и вот машина в автоматическом режиме определила вот эту точку целевую, с которой вся опухоль будет полностью невоскулилизирована, если с этого уровня вводить химиобилизационный материал. Мы используем во всех случаях лекарства насыщаемыми микросферами с доксурбицином, считаем эту технологию достаточно эффективной, и используем ее особенно для лечения гипсулярного рака. Единственное, что несколько нюансов введения таких, которые мы считаем наиболее эффективными, то есть суть в чем, что нужно, ну, сейчас я расскажу чуть-чуть попозже, здесь вот этап проведения, здесь, ну, это режим флюороскопии, поэтому не совсем соответствует тому, что видно было на самом деле в мониторах, то есть упрощенный вот этот вот трек-вижн, траектория сосуда, но тем не менее видно, что она четко соответствует реальному ходу сосуда, и зная вот это направление, меняя угол наклона рентгеновской трубки, разводя какие-то сложные углы, мы очень быстро, очень быстро можем, используя микрокатетерную технику, попасть в целевой узел. В любом случае, когда мы достигаем этого целевого узла, обязательно нужно выполнить контрольную ПДКТ с небольшим, с введением контраста, с небольшой скоростью для того, чтобы подтвердить, что именно из этой артерии кровоснабжается опухоль и кровоснабжается полностью, прежде чем начать введение химиопрепарата. Почему это очень важно? Потому что все-таки это машина, она может ошибаться, мы можем по ходу где-то сбиться с пути. Но вот следующий этап, это введение химиопрепарата, лекарственно-свещаемых микросфер. Мы используем свою методику, которую используем уже начиная с 2009 года, когда эти сферы вообще появились на рынке. Суть ее заключается в том, что мы вводим химиопрепарат очень не спеша, очень медленно, то есть это занимает минут 20. Вводим сначала, ну то есть как бы он хорошо разведен должен быть и очень-очень медленно, не торопясь, как бы хорошо разведенные частицы, чтобы они были диспергированы, не слиплись между собой и не закупорили, соответственно, более максимальное русло, а достигли всех капилляров, которые дивоскулиризируют эту опухоль. То есть когда мы достигаем, так сказать, эффекта стоп-контраста, мы не прекращаем на этом процедуру, а делаем где-то 5-7 минутный перерыв, пациент лежит, отдыхает, врач тоже там может просто стоит, и потом возобновляем процедуру. Как правило, 2-3 сеанса таких нужно, чтобы полностью заэмболизировать этот сосуд. И здесь вот контрольная суперракционная ангиография. Мы видим, что опухоль полностью дивоскулиризирована, но при этом паренхема и все сосуды нецелевые, они сохранены, они не, ну, скажем так, не повреждены, а это у больных с циррозом крайне важно, потому что любое повреждение паренхемы и декомпенсация цирроза. Обязательно выполняем контрольную ПДКТ, но уже без контрастирования, то есть для того, чтобы оценить накопление лекарственных микросфер в опухоли, вот этот этап, видно, что опухоль очень хорошо и равномерно накопила, а те опухоли, которые мы не эмболизировали, они не видны, потому что лекарственные микросферы в них отсутствуют. Это, в общем-то, тоже предиктивный фактор. Его, по сути, как бы частично заменяет собой вот эту двухфазную Perfusion Blood Volume программу, потому что если мы имеем вот такую картину, накопление опухолевых микросфер в капсуле, накопление во всем объеме опухоли, вот это через два месяца, он пришел только через два месяца, вот полный ответ. Полный ответ на лечение, периферическое кровоснабжение, это зона регенерации, зона сохранившейся капсулы, но без опухолевых сосудов. Полный ответ мы получили, мы продолжаем согласно нашей стратегии, то есть теперь делается химобилизация вот этого, поддиафрагмального узла, там почему так мы сделали, потому что поддиафрагмальные узлы, это всегда большая проблема, они требуют отдельной подготовки, намного больше времени, связано это с тем, что нам нужно исключить из кровоснабжения диафрагмальной артерии, правую нижнюю грудную артерию, внутреннюю грудную артерию, но здесь вот видно даже спираль уже поставлена была в нижнюю диафрагмальную, чтобы в процессе символизации кровоток не переключился. Здесь, кстати, было исключено прорастание опухоли в диафрагму, и стадию это, соответственно, не изменило, но профилактически мы заблокировали эту артерию, потому что бывает, что когда кровоток в опухоли с печени заканчивается, она начинает очень быстро забирать, питаться из другого источника, что нам в данном случае категорически не нужно, нам нужно полностью деваскулилизировать это образование, ну и, соответственно, повторяем процесс, уже нацелились на второй узел, он значительно больше, но, тем не менее, технология никак не меняется, может быть, несколько сосудов в данном случае. Но и, опять же, я подчеркиваю, что для того, чтобы добиться субтотального или тотального некроза этого узла, нужно лишить его всех источников кровоснабжения. Это, собственно, является задачей. И здесь вот эта программа Embogide, которую мы используем, она, ну, не то, что незаменима, но она в разы сокращает время и принципиально повышает прецизионность и точность вмешательства. Ну вот, таким образом выглядит сегментация следующего узла. И, опять же, повторяем, я напоминаю, что вот от момента первого вмешательства до второго, который сейчас представлен, прошло два месяца. Два месяца. Опухоль вот эта за это время не только некротизировалась, некроз происходит в первую неделю, в первые несколько, три дня, собственно, а начинает уменьшаться в размерах постепенно. Перерабатывается вот эта некротическая ткань, замещается гепатоцитами. Ну вот еще раз поиск питающих сосудов. Здесь он один. Вот третий узел мы принципиально ставили на третий раз, потому что иначе это было бы достаточно травматично для печени и не гарантировало бы нам эффективность, потому что, ну, тоже немножко другая была бы, другой результат. Все, расставили вот эти точки, точки бифуркации и, соответственно, передаем изображение на экран монитора для того, чтобы врач мог по нему ориентироваться. Ну вот это суммарный эффект через семь месяцев после последнего вмешательства, после третьего вмешательства. Сейчас вот это до процедуры. То, с чем он нам пришел. Я там пациент, собственно, побывал в больнице три раза всего за весь год. То есть качество жизни, ну, понимаете, что у него намного выше, чем если бы он получал регулярные, так сказать, плановые, да, химимболизации три раза. Вот он, подчеркиваю, человек достаточно занятый и манить его в клинику было не так просто, потому что все время в разъездах. И вот итог. Здесь, ну, понятно, что сравнивать не совсем корректно с тем, что мы видели при внутриартериальном контрастировании, но, тем не менее, это то, что вот в феврале этого года данные по заключению специалистов компьютерной томографии тотальный некроз, полный ответ по эмрицист. То есть мы, конечно, теоретически можем взять на ангиографическую диагностику, но пока предпочитаем вот таким образом действовать, что это полный ответ. В дальнейшем, когда эти образования уменьшатся до критического размера, выполним микроволновую абляцию этих всех узлов. Таким образом, использование технологии по ДКТ для внутрисосудистой навигации и суперселективной химилизации значительно облегчает проведение процедуры, повышает ее прецизионность и может способствовать улучшению результатов лечения. Большое спасибо за внимание. Буду рад вопросам. Продолжение следует...